Итак, Байдарка Вега-2 в заводской упаковке. Распечатываем. Попробуем сейчас ее надуть и собрать. Поставляется с насосом, но вот это вот не родной насос. Вот, поставляется в заводской упаковке. Значит, здесь насос не совсем родной, поэтому он может немножечко не проходить, но тем не менее. Складывается в пять сложений. Вот мы это просто разложим, чтобы было видно. Так, вот она у нас такого красного с желтым цветом. Укороченная модель на 40 см. Классический вариант на 40 см. У этого варианта есть всего три отделения, которые надуваются два борта и днище. Надувать можно с любой стороны, мне больше нравится с днищем. Поскольку, еще раз, как я говорю, у нас насос не родной, он может не очень подходить. Вот, да, он не кокует. Поэтому я буду держать, а ассистент будет качать. Покачай, пожалуйста, байдер, что? В одном варианте держать, соответственно, не нужно. Около 100 вдуваний в днище сделали, теперь борта. Так, следующий. Пойдем, машина. Пойдемте, пожалуйста. Вдувается, соответственно, сразу весь борт. Тоже около 100 вдуваний получилось. Окей, да, теперь ты подержишь, я покачаю. Здесь подержи. Насос, как напоминаю, у нас немножечко не подходит, не родной насос, поэтому приходится держать его вручную. Вот на этот борт около 80 вдуваний получилось. Так, теперь мы сейчас быстренько догоним мячик и потом продолжим нашу презентацию байдер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Значит, помимо того, что у нас есть надувные борта и надувное дно у байдерки, у нее есть еще надувные сидушки. Надуваются с одного клапана, есть перемычка соединяющая. Я опять-таки забыл вывернуть клапан, соответственно, не забываем это сделать, чтобы вам было комфортно. Спасибо огромное. Спасибо. Это мы спасли мячик, и нам дали шашлыка. Вот, это байдерка Вега в действии. Дайте еще мячик. Друза большая. Леш, могу поохранять. Разбирайте кусочек. Теперь ты понял, Леша, как нужно ездить на тест байдерки. Так, в рамках теста байдерки Вега мы спасли надувной мячик волейбольный, который тонул. За это нам подарили тарелку штука. Это не может не радовать, байдерка радует каждый день все больше и больше. Так, давайте додуем вторую седушку. Все-таки спираем байдерку здесь. Все, седушки у нас надута. Седушки у нас надута. Закрываем клапана. Теперь небольшой обзор байдерки. Беги, смотри, пейте штучку. Кто-нибудь сможет поснимать на автопарад уже как бы вблизи? Прям со штативом взять его сюда принести. Здраво! Как дела? Не включай, прям бери, неси сюда. Так, что мы имеем на байдерке? Давайте начнем с носа и пойдем назад. Во-первых, ручки. Прочная стропа, в два сшитья. Здесь проложена ПВХ-шная ткань. Силовые окончания. Нос усилен ПВХ-лентой. На деке имеется резинка. Испытано в действии. Отсекатель для лишней воды, которая попадает на палубу, чтобы вода стекала в бока. Коленные упоры с регулировкой. Соответственно, можно отрегулировать под себя. Надувная сидушка. Испытано, опять-таки, в действии. Довольно удобно и комфортно на ней сидеть. Высоко и хорошо. Дальше. Боковые баллоны надуваются через клапана. К клапанам имеются предохранительные клапана, стравливающие излишки давления. Далее. На корме мы имеем все то же самое. И, в принципе, это все. Байдарх укорочена на 40 см. Спортивный вариант. В общем, рекомендую. Дети облепили нашу байдарху. Сейчас мы покатаем одного ребенка и спросим его непредвзятое мнение. Слаженно. Вообще молодцы. А вообще как правильно? Синхронно делать? Одной стороной или разными? Синхронно. Одной стороной. А что ты мне не командуешь? Я же тебя не вижу. Он повторяет за тобой. Матрусу дает темп, а сзади там уже повторяет, подстраивается. Молодой человек, как вас зовут? Антон. Антон, как вам сплав на байдархе? Расскажите нам свои впечатления. Ну что, как всегда. То есть вам это не впервой? Ну понятно. То есть вы уже занимались греблей? Только правда не надувных, а она... Ну и как вам отличие надувной байдархе от ненадувной? Ты сколько месяцев? Несколько, такое опасно. День себя надевает. Ощущение, что можно вывернуться. Вывернуться в смысле куда? Я хочу проверить, как она с весом пойдет. Перевернуться? Потому что коленные упоры есть. Почему вы их не используете? А смелишь ты? Используйте. Все, что вам дано. Я их тоже не использовал вообще-то. Я только сейчас о них узнал. Ну и что, нам тоже понравилось. Хорошо. Ноги в коленные упоры вставляем. Там по бокам есть. Да, вот туда нужно ножки запихать. Не знаю, как грести. Под две сразу. Под две сразу. С обеих сторон. Как сложно. Там нужно и управлять. Да, ну надо подтянуть их еще. Дернуть там за стропы. Чтобы было зафиксировано. Там очень-то его... Что, на львай? На байдархе будет полежать. Пока! А я там вообще не вывернуться. Я не знаю, как они на это вывернутся. Но все равно, чтобы нога будет. Там просто бардак там тонкий. Да, я понимаю. А здесь они упор. Ты просто упорешь, это больно. А это привыкли надо. Сразу упорешь. А зачем вообще? Не здорово. Настя упорила. Красиво пила, что ли? Таня, снимаю. Всем хай-хай. С вами Таня. И Настя Гай. Что? Геннадий. Идем про мой репортаж с места событий. Вот, пожалуйста, на весле написали. Вот здесь мы только что плавали. Пошли, пошли. Пошли, муси. Наши мальчики собирают байдарочку. Ну ладно. Нет. Никитка! Помахай ручкой. Надо это или нет? Она не фокусируется. Как фокусируется? Как в каком видео? Как в каком видео? Из нас хреновый видеоблогер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Всем пока-пока. Никита, принесли.